Путин развязал войну в Украине И хотя еще в Казахстане у нас относительно тихо, в отличие от России Все же мы уже видим отзвуки намечающейся катастрофы, которые надвигаются в том числе и на Казахстан Я только вчера говорил, что западный мир в ближайшее время объявит санкции И по сути дела не будет покупать нефть и газ у России Соответственно это приведет к тому, что у России уже не будут каждый день поступать долларовые или другие валютные поступления Все это приведет к тому, что рубль обесценится, рухнет, следом тенге И по сути дела это будет крах всей экономики России, который потащит нас за собой Нас, которые вместе с Россией находятся в Евразийском экономическом союзе Которые вместе с Россией, Казахстан входит в так называемый ОДКБ И все исторические действия, которые были приняты Назарбаевым, а затем по сути дела поддержаны Токаевым Они сейчас начинают взрываться и влиять на нашу жизнь Этого не просто влиять, а катастрофически влиять Я сейчас хотел бы проинформировать в этой связи, что происходит Сегодня по различным средствам массовой информации пришло сообщение, что минимум 70% производимой и отгружаемой российской нефти зависает в портах Никто эту нефть не покупает Санкции уже реально начались Покупатели пересматривают свой режим покупки технических товаров у России Все крупнейшие мировые поставщики разных товаров, автомашин, техники различные, продовольствия, вот чего угодно, одежды и так далее Они сворачивают, закрывают торговлю Крупнейшие нефтяные компании, которые имели доли в различных проектах России, они объявили, что они продают Сбербанк России, который имел свои подразделения в западных странах Объявил о том, что уходит из этих стран Фактически европейские и другие страны закрыли подразделения российских банков То есть каждый день ситуация ухудшается и ухудшается Я знаю, что многие казахстанцы имеют счета в российских банках Они мне задают вопрос, что будет с их деньгами Я могу сказать, что вот это сейчас временное затище именно на валютном рынке Она очень короткая И все эти негативные события сейчас складываются в один клубок И мы в ближайшее время окажемся в той ситуации, когда Россия потянет на дно и Казахстан Казахстан не просто как государство, но и как 20-миллионное почти государство С большим, по сути дела, населением И, к сожалению, если мы сейчас не предпримем какие-то энергичные действия Произойдет катастрофа Уважаемые друзья, сейчас буквально накануне перед выходом в эфир Я выставил пост, где написал новый сценарий, который для нас готовит Путин Первое Ну, во-первых, бывший президент Украины Янукович сейчас находится в Минске И газета Украинская правда, ссылаясь на разведчиков и из информированных источников Сообщила, что Путин решил именно Януковича объявить легитимным президентом И сейчас разрабатывается несколько сценариев Первый, самый такой торжественный, который ориентировался Путин И карты у него, что называется, сбиты И никак не удается этот план реализовать А именно для этого нужно, чтобы Киев был захвачен По плану Путина Киев должен был быть захвачен за двое суток Но вот завтра уже будет неделя, как Киев стоит Восток отступает, если отступает, то немного Собственно, мы видим, что Украина стоит и выстоит И более того, она победит, потому что сейчас идет массивная поддержка со стороны западного мира И в плане первым предполагалось, что именно в Киеве будет объявлено, что Янукович вернулся во власть Он легитимный президент, а что власть была захвачена якобы террористами и бандеровцами И вот при поддержке Путина Янукович снова вернул власть в Украине Вот это то, что разрабатывался основной сценарий Второй теперь сейчас сценарий работает именно в развитии назначения, опять же, так называемого легитимного президента Януковича Но уже не в Киеве, а в Харькове Потому что Киев никак не удается захватить И предполагается, что Янукович будет объявлен президентом уже в Харькове Но мы понимаем, что все эти действия нелегитимны Но и кто со стороны именно России, со стороны Путина, когда-либо осуществлял легитимные действия Сейчас, после того, как Янукович будет объявлен президентом Предполагается, что он подписывает соответствующие указы Указы о том, что Украина вступает в ОДКБ Вы должны понимать, что по законам Украины Такого рода договора, если даже будут подписаны Они должны ратифицироваться украинским парламентом Но это опять же, что называется, кто смотрел бы на эти законы, правила и так далее Путину все равно, он признал ЛНР, ДНР Не ориентировался ни на какие законы Украины Ни на какие международные договора Он просто сделал и все Здесь в данном случае то же самое предполагается И тогда вступает в силу так называемые войска ОДКБ Состав в которые уходит Беларусь, Казахстан, Кыргызстан И не случайно именно президент Кыргызстана заявил о своей поддержке Путина Поэтому, собственно, вы должны понимать В связи с чем происходит перемещение войск Казахстана По всей стране, вы видите, мы получаем массу сообщений О перелетах авиации О перемещении танков, бронемашин Пехоты и все время И все время из разных городов идут и идут разные составы И если мы раньше не обращали на это внимание То перемещение, большое количество вот такого рода войск Просто вызывало у нас недоумение Особенно в период войны между Россией и Украиной А теперь объяснение очень простое и понятное Для чего это делается Как только будет объявлен Янукович легитимным президентом Украины После этого уже вступает в силу войска ОДКБ Да, конечно же, были и есть у Такаева опасения Что санкции, которые сейчас обрушились на Россию Они, безусловно, будут направлены и против Казахстана Вы, наверное, уже знаете, что Европейский Союз объявил Что в ближайшее время будет опубликован огромный пакет санкций против Белоруссии И, конечно же, следом такой же пакет санкций пойдет на Казахстан Но многие из вас, наверное, по этому поводу не согласятся Поудивляются, скажут Ну, давайте дождемся официального заявления Я могу сказать следующее Официальное заявление Токаева ничего не стоит Вы недавно помните, когда он пригласил ОДКБ Ссылаясь на неких мифических террористов 20 тысяч Только не нашли до сих пор ни одного этого террориста Но дело сделано Самое главное, что войска вошли Здесь происходит то же самое Поправ любые международные договора Нагло просто этот режим будет врать И Путин, по сути дела, тащит Казахстан Так же, как и Беларусь В эту преступную деятельность И вопрос не в том, что Токаев не может сказать нет Или скажет да Он по природе своей не может сказать Потому что его функция быть чьим-то номиналом До этого момента он был номиналом Назарбаева А я предостерегал и говорил, что очень скоро мы станем свидетелями К того, как Токаев теперь уже прямо будет подчиняться Путину Вот, собственно, это сейчас и происходит Мне некоторые мои близкие и знакомые говорят Что ну как так Вы же понимаете, что это будут санкции Неужели он не понимает, что ситуация будет катастрофическая в Казахстане Он это понимает И, конечно, немало людей ему об этом говорят Но он ничего не решает И, собственно, именно поэтому мы идем в бездну Сегодня ряд предпринимателей Казахстана озвучили Что они не могут отправить свои грузы за пределы России Потому что, вы знаете, минимум 80% грузов из Казахстана В Европу и другие страны проходят через территории России Через российские порты по железным дорогам России И в ситуации, когда Россия попала под санкции Многие грузоперевозчики просто отказываются осуществлять переброску товаров из российских портов И, по сути дела, в такую плохую ситуацию попали и грузы из Казахстана То есть, уже санкции влияют и действуют на Казахстан Как вы понимаете Ну и представьте себе, что когда Казахстан официально вступит в войну против Украины Со ссылками на некое ОДКБ и все прочее То шквал санкций обручится, безусловно, и на нашу страну К чему это приведет? Это приведет к страшнейшим обвалу национальной валюты Мы потеряем возможность проводить какие-либо операции, кроме как между собой И Путину все равно Он, как тот самый бандит, вручает в руки своему подельнику пистолет Заставляет стрелять, чтобы он не соскочил В данной ситуации именно Токаев находится под прямым влиянием и командованием Путина И вот, собственно, Казахстан ожидает в ближайшее время такие же события Как, собственно, само происходит с Россией Завтра будет происходить с Белоруссией Вы знаете, что президент Белоруссии Лукашенко уже под санкциями Многие предприятия попали под санкции Так называемые секторальные санкции Многие чиновники под санкциями Но тот пакет, который сейчас будет озвучен европейским сообществом Конечно, по своей силе является просто разрушительным Я слышу такие комментарии, что мы не будем участвовать в войне против Украины Мы против Уважаемые друзья Ваш голос не слышен Вышли буквально несколько десятков человек Они были скручены полицией И все Когда вы говорите, что вы против Ваши голоса должны быть услышаны И эти голоса должны быть многочисленны Тысячи, десятки тысяч Более того Мы имеем сейчас возможность оказать мощнейшее давление На и Такаева, и Путина И он должен понимать, что народ Казахстана против Это должен понимать и весь цивилизованный мир Я поддерживаю европейские санкции против Путина И, конечно, очень сильно переживаю Что такие масштабные санкции Придут и будут организованы против Казахстана Я могу сказать, что это очень тяжелейшее будет испытание Очень трудно потом будет восстановить экономику Это будет фактически как ядерная война Потому что остановятся нефтяные скважины Остановятся предприятия Технологически произойдут какие-то такие разрушения На восстановление которых понадобятся огромные средства А где-то и годы То есть это тяжелейшие испытания Представляете, что может произойти с нашей страной И это все происходит, к сожалению И может произойти, если мы будем молчать 6 марта во многих странах мира В воскресенье пройдут мощнейшие антивоенные акции протеста Нет войне 6 марта в России по всем городам тоже пройдут акции И жители страны с именем так называемой России Сейчас еще пока целой Если они не поднимут свои голоса против Путина То вы станете, к сожалению И мы все вместе станем свидетелями Развала этой страны Развала на разные части И к сожалению Если мы не подадим свой голос Если мы не включимся Если мы не будем бороться Тяжелейшие испытания ждут и нас Многие наши граждане живут плохой жизнью Бедные, нищие Но я могу сказать, что если мы в ближайшие дни Не станем бороться с действующим режимом Не станем бороться против войны То нынешняя ситуация вам покажется еще раем Вы понимаете, что произошло Именно участие нас в Евразийском Союзе Именно участие нас в так называемом ОДКБ Привело к трагедии в январе Именно участие в Евразийском Союзе Сейчас по сути дела Заводит нас к катастрофе Катастрофе как нацию, как страну Это итог деятельности Назарбаева, Такаева И всей политической верхушки И, к сожалению, я с горечью должен сказать Это итог нашего молчания Потому что это узкая политическая группировка Она небольшая Она делала, что хочешь Грабила страну Убивала людей И миллионы людей молчали Говорили, что мы далеки от политики И все это, в конце концов, привело к катастрофе Поэтому, уважаемые друзья Я хочу призывать вас 6 марта в 12 часов дня Около акиматов городов Именно напротив акиматов Выйти на митинги протеста Нет войне Мы должны на этих митингах сказать, что Мы не хотим быть членами евразийского сообщества Не хотим быть с Россией Мы не хотим быть с Путиным Мы не хотим быть с этим варваром Преступником, который весь мир толкает на ядерную войну Мы не хотим быть членами ОДКБ Мы не хотим быть игрушкой В руках этих бандитов Давайте 6 марта Поддержим Украину Выйдем на массовые митинги С требованиями остановить войну С требованием выйти с ОДКБ С требованием выйти с Евразийского союза Мы должны в первую очередь, конечно же, думать о себе Мы должны думать о себе И ситуация такова, что если мы сейчас Не остановим эту войну Катастрофа придет к нам Придет завтра Не через год, не через два Не может быть Она точно придет Поэтому 6 марта в 12 часов дня Выходим на митинги Говорим, нет войне Алга, Казахстан Продолжение следует...